Масштабный фестиваль стола в Захарова собрал гостей со всего Подмосковья. По традиции основные гуляния развернулись на Пушкинской поляне. Здесь установили всевозможные тематические шатры и выделили специальные зоны. Так в одной из них работали кончар и бронник, а в другой шли бои на бутафорных мячах-тимбарах. С одной стороны контактный зоопарк. Там веселые развлечения, игры для любого возраста. Замечательное место. Особый интерес у детей вызвал контактный зоопарк. Ребята могли прокатиться верхом на ламе и альпаке, подержать в руках маленьких, пушистых и совершенно ручных зверушек. Ну а для любителей спокойного отдыха в течение дня работали поэтические, литературные и музыкальные шатры. Этот инструмент называется глюкофон. Я не знаю почему так, но он так называется. А дети сейчас погружены. Некоторых детей отсюда вытягивают, потому что этот инструмент очень успокаивает и погружает в мысли и в отсутствие мыслей. Еще он развивает мозг, так как развивает слух. В общем идеальный инструмент для всех. Большое внимание в этом году уделили детскому творчеству. Самые юные гости фестиваля делали куклы из лыка, расписывали пряники, деревянные игрушки и ложки. Много посетителей было и в палатках робототехники, настольных игр. Я хочу всех поздравить с замечательным праздником, днем урожая, днем стола. Мы можем абсолютно разное название придумывать, но самое главное мы видим какие производители и сколько хорошего делается на нашей земле. Изюминкой фестиваля безусловно стали угощения, привезенные со всех уголков России, а также экзотические блюда из Индии и Шотландии. Дегустация проходила и на второй площадке фестиваля в парке Захарова, где гостей ждала не менее насыщенная программа. Рядом со сценой расположилась поляна сказок, тематический парк, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Здесь представлены знакомые всем с детства образы. От дуба из поэмы Руслана Людмила до избушки на курьих ножках и шамаханской царицы. С каждым годом фестиваль стола набирает обороты и обновляет свою программу. У нас с каждым годом появляется все больше новых активностей, все больше новых развлечений для детей, для взрослых. В этот раз еще добавилась большая программа по парку Захарова. Не только Захаровская поляна, но и в самом парке много активностей для маленьких совсем представителей нашего общества. И для взрослых, которые могут пойти в музей, погулять по парку и познакомиться с достопримечательностями парка, самой усадьбы Захарова. Почетным гостем фестиваля стал бронзовый призер Олимпиады в Рио, борец греко-римского стиля Сергей Семенов. Он выпускник Одинцовской детской юношеской школы по спортивным единоборствам. Спортмену всего 21 год, а он уже дважды становился серебряным призером Кубка мира в составе российской сборной. Вечером гостей пригласили на кинопоказ фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». Картину приурочили году российского кино. Как признаются гости праздника, фестиваль «Стола-2016» оставила себе самые приятные и вкусные воспоминания, которых хватит на целый год вперед. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».